Друзья мои, всех приветствую, всех приветствую, с нами сегодня Майкл Наки, вы все его прекрасно знаете и будем обсуждать события последних часов, последних дней, может быть прогнозировать что-то на будущее. Здравствуйте, Майкл. Добрый день, здравствуйте. Ну вот сегодня ночью как раз была опять атака, ракетная, дроновая атака, и прям я живу за городом, в поселке рядом, три дома разнесло обычных людей, больше у них жилья нет, ну и конечно же там и ракеты были, сегодня утром опять все началось сначала, вот, поэтому вопрос только один, поскольку фюрер оскорблен тем, что там Соединенные Штаты и европейские страны дают оружие, вот, и у них как бы удары возмездия, да, в кавычках, поэтому вопрос только один, Майкл, как вы думаете, насколько быстро Запад сможет передавать Абрамса, потому что есть разная информация об этом поводу, и вот леопарды. Давайте разберяться по порядку, поскольку вопросов на самом деле не один, а много, начнем с ракетных обстрелов и их привязки к поставкам Западом вооружений Украине. Значит, этот ракетный обстрел не выделяется чем-то на фоне других ракетных обстрелов, поэтому сложно говорить о том, что это вот какой-то, значит, там удар возмездия или что-то, Россия уже давно не занимается возмездиями, Россия занимается терроризмом, ударом по гражданской инфраструктуре, бьет по всему подряд, там, в том числе вот по Руддому второй раз за последний месяц прилетели ракетные удары российские и дроновые удары. Мы видим, что здесь сложно говорить о какой-то исключительности этого удара, поэтому я бы напрямую не увязывал это как, там, какую-то ответку, потому что, ну, мы много, к сожалению, видели этих обстрелов, они, к сожалению, еще продолжаются. При этом интересно в рамках этого обстрела, ну, как, не знаю, насколько интересно тут, значит, слово, которое можно применять, но, тем не менее, интересно, что в этот раз дроны практически не использовались именно как ударный механизм, они использовались как разведка, ну, то есть, значит, полетели эти дроны, их сбили, и таким образом Россия, судя по всему, лоцировала, значит, какие-то системы ПВО или прочее, и затем нанесла удары вновь ракетами. Есть странное одно сообщение, которое непонятно как интерпретировать от российского одного военкора, что вот, это, значит, иранские баллистические ракеты себя продемонстрировали, но пока никаких подтверждений этому я не вижу вообще, ни с украинской стороны, ни фотографии остатков этих ракет, то есть, ну, пока это очень, очень выглядит сомнительно, тем не менее, вот там на полях отмечаем, смотрим, наблюдаем, следим за тем, что это будет. Теперь по западным поставкам вооружений. Во-первых, я бы сразу сказал, что на Абрамсы рассчитывать не стоит. Абрамсы — это, скорее, выставочные образцы, которые приедут в Украину. Ну, во-первых, по самим этим поставкам эти поставки будут очень нескоро. То есть, это даже не решение о поставке Абрамсов, это решение о согласовании, значит, как это, заводу-производителю и прочего. То есть, эти Абрамсы будут там в конце года, а может быть и позже. И это не очень плохо и не очень хорошо. Это никак, потому что Абрамсы в целом не очень применимы в этой войне со стороны Украины, потому что под Абрамсы нет вообще никакой инфраструктуры в Европе. Ну, то есть, Абрамсы есть, насколько я понимаю, там у нескольких арабских стран, но европейские страны используют как раз леопарды. И вот леопарды в этом смысле, они, конечно, гораздо важнее, потому что их, во-первых, много есть у Европы, потому что Европа там у них на вооружении стоят эти самые леопарды. А во-вторых, потому что, ну, есть инфраструктура. Есть инфраструктура в Польше, Ну, когда вообще мы говорим инфраструктуру, давайте поясним немножко, что имеется в виду. В общем, танк, он не в вакууме существует. Танк — это не палка-копалка, значит, у него есть разное количество соединений внутри самого танка. Более того, современные танки — это довольно сложная техника, у него много различных систем. Безусловно, в условиях боя эти системы будут выходить из строя, их нужно чинить, их нужно ремонтировать, их нужно обслуживать. Вот все это и называется инфраструктурой. То есть, соответственно, люди, которые умеют это все ремонтировать, запчасти, значит, необходим. Ну, тоже, да, танк — это не шестерка жигулей. Ты ее там не поставишь на кран, значит, вот этот обычный машинный, и там не поменяешь масла. Для этого всего нужно специальное оборудование. И в этом смысле, конечно, леопарды, они намного важнее из-за потенциальной массовости их поставок и из-за того, что их можно обслуживать. На Абрамса в этом смысле я бы особо не рассчитывал. То есть, Абрамса — это скорее задел на будущее. Ну, то есть, это, возможно, те поставки, которые мы увидим там либо после окончания войны, либо для компенсации потерь, которые будут у Украины в рамках этой войны. Ну, и такой переход частичной Украины уже там на натовские стандарты по разным образцам. И во многом, конечно, эта поставка Абрамса, судя по всему, была нужна для психологического преодоления барьера со стороны Германии на поставку и на разрешение другим странам поставлять леопарды в Украину. Мы видели, что Германия открыто заявляла, что вот если США поставят Абрамса, то мы готовы. Они потом отрекались от своих заявлений. Но это не так важно. В общем, судя по всему, вот в этом контексте, контексте обсуждения министра обороны Соединенных Штатов с заместителем Шольца всех этих историй с поставками, да, это и было сделано. Собственно, об этом и просил сам Зеленский. Говорил, дайте нам там хоть 10 этих Абрамсов. Мы их там поставим на главной площади в Киеве. Вот будут они у нас там выставочные образцы. Лишь бы Германия, соответственно, перестала вот как-то в эти поддавки с Путиным играть и, соответственно, поставила в Украину эти танки. Тем не менее, значит, если мы говорим о леопардах, да, как основной силе, это несколько месяцев, да, то есть это середина, конец весны. Опять же, их можно поставить относительно быстро, но танки, которые поставлены без соответствующего обучения людей, которые будут управлять, это бессмысленная груда железа. Поэтому нужно время на обучение, на слаживание боевых экипажей, поэтому не стоит ждать, что вот завтра они уже поедут в Украину. Нет, это произойдет сильно позже. То же самое касается большого количества различных БМП, которые поедут в Украину. И отдельно тут на этом фоне, конечно, выделяются французские, значит, боевые машины, которые в прессе называют легкими танками. А про них говорится, что они до конца февраля приедут в Украину, то есть довольно скоро. Надо сказать, что вообще, и стоит это отметить, коль скоро мы с вами не раз говорили про Макрона и про его любовь к созвоном с Путиным, да, нужно как-то, не то чтобы извиниться, мы правильно все говорили, возможно, во многом под этим давлением Макрона сделал то, что он сделал, но в нынешних поставках в Украину и переходу их на качественного новый уровень, которые пошли как раз с этих колесных танков, АС-10 и Рыц или что-то такое, я все время забываю, как именно, это мне, как сказали, аббревиатура там от каких-то французского названия, это и было той первой ласточкой, которая преодолела этот барьер, поэтому в этом смысле Макрону большое спасибо, и он стал таким ледоколом, который все вот это вот взял на себя эту ответственность. Вот, в общем, подводя итог какой-то, техника эта вся приедет не сразу, но совершенно, мне кажется, прозрачно, что по ее количеству и по срокам, которые обозначаются, это подготовка к весеннему контрнаступлению, весенне-летнему, которое может принести существенные успехи, потому что действительно это беспрецедентное решение и по танкам, и по БМП, и по количеству всего этого, которые серьезно помогут Украине в том, чтобы победить Россию в этой войне. Ну вот, сейчас мы поговорим о наступлении и контрнаступлении, но перед этим я хочу спросить, там же сразу засуетились вот эти вот все бесславные ублюдки в виде Соловьева и всех остальных, когда они кричат, что они сделают Германию центром, так сказать, ударов? Это они просто, как это, бессильное злобе? Или они действительно постоянно там накручивают свое население о том, что надо начинать бить, так сказать, по странам НАТО? Или это просто вот такая пропагандистская истерика? Ну, 11 месяцев нам обещают то стереть Великобританию в порошок, то, значит, ударить по Вашингтону, и, как вы видите, вроде Лондон цел, Вашингтон цел, значит, ничего в их сторону не летит. Более того, то, что обещали запустить, например, Великобританию, оно еще на вооружении России не стоит. И не факт, что скоро встанет. Поэтому, ну, это воспринимается исключительно как такая жвачка. И вообще Россия, российская пропаганда, они пытаются отыгрывать номер, что это мы не с Украиной воюем, что мы воюем с НАТО, и поэтому мы проигрываем, да, и поэтому у нас большие неуспехи на фронте. Отчасти это получается, ну, то есть на каких-то людей это действует, но вот какой затык с этим есть. Дело в том, что рядового слушателя и зрителя, его не особо волнует, с кем Россия воюет. Ну, то есть, хоть с НАТО, хоть с пришельцами, хоть еще с кем-то, он чего видит. Значит, Владимир Путин полез в Украину, да, сказал, сейчас мы вот быстренько тут все поменяем, демилитаризируем, более того, не сказал, зачем он полез. Ну, то есть, как бы, люди... Единственное, вот, что людям было понятно, это когда Владимир Путин ухмылялся на Совете по правам человека, говорил, а, смотрите, ну, мы же территории захватили какие-то, да? Ну, какие-то территории пока захватили, да, но, во-первых, люди видят, что это временно, а, во-вторых, ресурсы, которые на это тратятся, сильно превосходят любые разговоры о том, что, значит, вот, смотрите, что мы захватили, какие мы молодцы. Да, то есть, ресурсы и финансовые, и оборонные, и просто люди, которых как пушечное мясо, да, посылают и прочее. Поэтому, хоть с НАТО, хоть с чертом рогатым, пусть, значит, на телевизоре они воюют, но вопроса у зрителей их меньше не становится, да, то есть, их же не столько интересует, почему Россия проигрывает, их столько интересует, что Россия проигрывает, интересуют и пудинские элиты. Более того, несмотря на всю эту риторику, что Россия воюет с НАТО, это же риторика для внутреннего потребления, да, потому что это страшный сон российской пропаганды и российской власти, что действительно придется воевать с НАТО. Вспомните, значит, историю с прилетом ракеты на территорию Польши, как они все буквально за полчаса взбеленились, как они все начали писать, вот, нет, это все вообще к нам не имеет отношения, и вообще Польша, будьте благоразумны, да, как быстро вот это вот спало, что да, мы готовы воевать с НАТО, как-то вот резко от этого не осталось ни следа, да, значит, как-то все начали, российские официальные лица, говорить, нет-нет, давайте разберемся, давайте вот как-то не торопиться, потому что, конечно, они понимают, что, во-первых, сейчас Россия проигрывает в войне с Украиной, а, во-вторых, если говорить о том, чтобы воевать с НАТО, реально воевать с НАТО, да, то, ну, здесь не то, что сомнения какие-то в победе России появятся, а просто будет вопрос скорости, с которой все вот это вот произойдет, и у них, да, нет никаких в этом смысле сомнений, поэтому, конечно, это такая показушная история, которая не очень хорошо работает, потому что, опять же, повторюсь, обывателю ему в целом-то пофигу, с НАТО воюет Россия, не с НАТО, с Украиной, не с Украиной, он только видит, что его жизнь становится хуже день ото дня, и что-то никакого просвета в этом он не наблюдает. Смотрите, Майкл, наступление и контрнаступление. У нас оружие, которое нам дает Европа, наши западные партнеры, очень часто это хорошее оружие, точно, и это огромное преимущество. У русских мобилизованная толпа, большая толпа людей, и эксперты военные не склонны говорить, что это хи-хи-ха-ха, что это неважно, но потому что большое количество, пусть даже не очень обочинных людей, это все равно серьезный фактор на фронте. Вот как вы оцениваете шансы той и другой стороны, когда мы будем говорить, что сейчас действительно, ну, как говорят, что через 2-3 недели могут начаться очень серьезные события? 2-3 недели, да, любимый мем периода этой войны. Ну, все, уже сложился. Да, да, 2-3 недели, максимум до 2025 года, как Аристоич говорил в одном из интервью. Значит, ну, смотрите, опять же, прикидывать здесь что-то сложно, потому что мы с вами находимся в тумане войны, причем каждая страна тоже находится в тумане войны. Мы не до конца понимаем, что именно и кем планируется, и это нормально, это так и должно быть. Война — это искусство обмана, война — это искусство неожиданности. Мы периодически видим, чего куда направляется, то есть мы видим какую-то частичную активизацию российской страны на запорожском направлении, мы видим, что и Украина собирается контратаковать на запорожском направлении. Но, опять же, это все может 10 раз поменяться, потому что на войне надо быть гибким и надо, значит, перехитрить врага. История заключается в том, что пока, ну, критической массы ни у одной, ни другой страны для получения какого-то тотального преимущества нет, а только получение тотального преимущества может привести к скорому окончанию этой войны. Но есть несколько нюансов. Значит, нюанс первый. Россия после того, как она пыталась осуществить Блицкриг, да, захватить Украину за 10 дней, не 3 дня, как говорили пропагандисты, но 10 дней, как мы знаем из информации, которая предоставлена западными разведками, после того, как Блицкриг провалился, и после того, как несколько месяцев Россия за несколько месяцев перешла от атаки к обороне, а затем и к отступлению, значит, Россия перешла на другую тактику, на тактику войны на истощение и террористических ударов, да. То есть это война на истощение, это когда, собственно, наносятся периодические удары, если мы говорим про фронт артиллерийский, да, то есть артиллерийские обстрелы, значит, никуда особо на штурмы никто не идет, ну, вот такая вяло текущая история, рассчитанная на то, что у другой страны ресурсы просто быстрее закончатся. И террористические обстрелы, да, по гражданской инфраструктуре, которые ставят своей целью сломить волю людей к сопротивлению и, соответственно, любыми правдами и неправдами пойти на мир, то бишь капитуляцию в такой ситуации. Поставки западных вооружений в большом количестве, танков, БМП и вот вообще необходимой техники именно для штурмовых действий, очень меняют условия игры, да, то есть теперь Украина, она может идти вперед, независимо от того, что Россия хочет войны на истощение. Надо сказать, что и война на истощение вообще ничего России не гарантирует, потому что, несмотря на то, что у России, конечно, больше ресурсов, чем Украины, в разы причем, да, если вот честно говорить, но есть тенденция, тенденция, которая никак переломиться не может. Тенденция заключается в следующем, что Россия ресурсы тратит, и они у нее расходуются гигантскими темпами, и брать новые ей неоткуда. Если мы в целом говорим про в целом ресурсы. Украина же, при этом имея меньшую ресурсную базу, ресурсы получает, в том числе от западных партнеров, да, то есть количество западной техники, которая есть в Украине, она увеличилась за это время и будет увеличиваться дальше. Поэтому война на истощение тоже не факт, не то, что не факт, да, а в итоге будет выиграно не Россией, а будет выиграно Украиной, однако это пролонгирует войну, и, собственно, это и есть расчет Путина, что что-то поменяется, что-то случится, да, произойдет какое-нибудь чудо, ну там сменится какое-нибудь правительство на Западе, или там, я не знаю, устроит какую-нибудь революцию где-нибудь, да, и вот на это, собственно, его расчет. Вот, а задача Украины, Украину, поскольку атакуют, поскольку Украина обороняющая сторона, и поскольку Украина этой войны не хочет, да, Украина хочет лишь, чтобы от нее отстали, чтобы она спокойно могла жить на своих территориях, в интересах Украины и всего мира, чтобы эта война закончилась как можно быстрее, а в интересах Путина, чтобы она длилась как можно дольше в текущих условиях. И вот как раз вот эта техника, она поможет Украине этого достичь, и надо сказать, от того, как это будет все происходить, как это будет выглядеть, зависит две вещи. Первое, это дальнейшие поставки техники, да, то есть если Запад увидит, что Украина использует эффективно эту технику, и что это приносит результаты, то поставки будут увеличены, собственно, что и было с системой РЗО, да. Изначально приехало, что там четыре установки Хаймарс, а потом поехало со всей Европы. Марсы поехали, Марс-2, по-моему, она называется, значит, М270, но это все РЗО, по типу Хаймарса, не будем там в детали вдаваться. Вот, то есть когда увидели, что это имеет эффект, да, такие, окей, значит, мы готовы, мы помогаем. Ключевой момент, который произошел вот в начале этого года, это то, что, на мой взгляд, Запад поверил в победу Украины и готов помогать ее достичь. И чем эффективнее Украина будет на поле боя, тем больше Запад будет помогать, потому что будет видеть, что, да, это имеет смысл. Но пока ничего не предопределено, пока говорить о каких-то сроках, об окончаниях или чем-то таком, это довольно рано, но мы видим, безусловно, положительную динамику, и мы видим, что, конечно, вот эта зимняя кампания, да, там конец осенней-зимней кампании, она такая в ничью немножко закончилась. Во многом это продиктовано было, как ни странно, погодой, но не в том ключе, в котором все ожидали, да. Все ожидали, что из-за погоды, из-за холодов, да, будут заморожены военные действия, произошло ровно обратно, из-за отсутствия холодов просто было такое состояние почвы, такое состояние земли, по которому невозможно передвигаться даже на гусеничной технике, да, поэтому это все превратилось так и в артиллерийские войны достаточно медленные, вот. И там по зимнему периоду сложно сказать, что какая-то из сторон, да, ей можно приписать победу, в отличие от периода осеннего, где, понятно, полностью все это победа на стороне Украины была. Опять же, это странно, да, вот так подсчитывать очки как в каком-нибудь спорте, но вот если говорить с такой циничной военной точки зрения, конечно, в весенний период очень многое будет решать, и, собственно, когда эта техника приедет и начнет использоваться Украина, и станет понятно, как это все будет выглядеть дальше, потому что если это действительно приведет к очень эффективным использованию и к эффективным контратакам, да, к тому, что там, например, Украина полностью освободит Запорожскую область, или там Мелитополь, да, готовясь дальше ехать к Мариуполю, это, конечно, сильно повлияет на всю эту ситуацию, и тогда можно будет уже где-то там вдалеке разглядеть окончание этой войны. Кстати, в этом году в Украине аномально теплая зима, по крайней мере, пока, так что повсюду знаки, Майкл, да, кто бы мог подумать. Я хочу вам задать такой вопрос немножко странный, он даже где-то такой кинематографический, смотрите, Залужина говорила о том, что он учился, я так поняла, и не то у Герасимова, и не то вместе с Герасимом, но, по крайней мере, он на него очень хорошо отзывался, он сказал, что его книги стоят у него в кабинете. Вопрос вот чем состоит, они могли учиться где угодно и с кем угодно, а получается так, что эти люди в чем-то одинаково думают, в чем, даже не одинаково, а могут предугадать мысли друг друга в связи с военными стратегиями и придумкой каких-то операций. С той только разницей, возможно, что Залужина проходила очень серьезную стажировку в НАТО, и он, насколько я понимаю, перепрошивался на новейшие технологии, новейшие стратегии. Но важен ли этот фактор, как вы считаете? Ну, во-первых, смотрите, скажем так, Залужный говорит не о том Герасимове, который есть сейчас, в смысле, что это физически другой человек, физически-то тот же, но это уже совершенно другой человек, это человек, который в путинской системе разложился до состояния, надо же понимать, что всю эту военную операцию, когда мы говорим, что Герасимов теперь начальник объединенной группировки России в Украине, он и был начальник, он начальник генштаба, он согласовывал весь этот план атаки, да, то есть это вот все результат его как раз действий. И в этом смысле, собственно, тот Герасимов, которого помнят Залужные, возможно, отчасти идеализирует, но не идеализирует, а отдает должное, да, это уже совсем другой Герасимов. Мы видели, как с прошествием лет люди меняются кардинально, да, возьмем же, ну, Владимира Зеленского, мог ли кто-то, несмотря на него пять лет назад, представить себе нынешнего Владимира Зеленского, который, рискуя жизнью, самоотверженно, собственно, занимает постпределение. Да я думаю, что и многие граждане Украины, я знаю, что в Украине там до войны были разные совершенно позиции, в том числе по Владимиру Зеленскому, я думаю, что если и тем людям показать, вот что будет через год, они тоже сильно удивятся, да, поэтому люди по-разному себя проявляют в течении жизни и, более того, активно меняются в том, как вот эта жизнь меняется вместе с ними. Второе, ну, вообще война, она как такая смесь шахмат с покером, да, то есть с одной стороны это умение просчитывать на несколько ходов вперед, другая сторона это умение перехитрить соперника. И в этом смысле все военные плюс-минус одинаковы, да, все военные мира, все хорошие военные плюс-минус одинаковы воспринимают этот мир, да, то есть у них меньше эмоций, больше расчета, стратегическое планирование и прочее, прочее. И в этом смысле я не думаю, что есть вот в этом противостоянии, да, какое-то там дополнительное дно, ну, кроме там, я не знаю, сравнения, которые прямо сейчас происходят военного командования в Украине и военного командования в России. Мы видим, что пока это сравнение кардинально не в пользу России. И вообще многие забывают одну вещь, мне кажется, довольно важную, которую надо понимать, да. Многие сейчас сравнивают Украину и Россию с точки зрения военных действий, военной мощи, как бы на равных, но надо помнить вообще, что когда все это вторжение начиналось, и вообще в целом годы до этого, не то, что Россия не воспринимала Украину как равную по боевой мощи, весь мир не воспринимал Украину как равную по боевой мощи, да. Никто не представлял, что украинская армия и в первой неделе сможет сопротивляться активно и в дальнейшем будет гнать российскую армию, да. То есть речь шла о совершенно разных по своей массе ресурсам, количеству вооружений, количеству солдат, количеству снарядов в армиях, да. Буквально о Давиде и Голиафе, да. Сейчас, в январе 2023 года, мы говорим о том, что на поле боя есть паритет. Ну, то есть мы видим, что пока ни одна сторона не может взять ключевое, так сказать, преимущество. И это уже большое достижение, да. Ну, дальше мы увидим еще больше чудес в этом смысле, как мне представляется. Поэтому, ну, могу только пожелать успехов господину Залуженому, пока до данного момента все, что он делал, показывало свою эффективность и показывало его блестящее умение. Поэтому, судя по всему, он учился не только у господина Герасимова, но и сам активно занимался самообразованием. Геркин говорит о том, что он не верит в успех наступления российской армии по той простой причине, что у российских солдат просто нет мотивации. И что является абсолютной правдой. Но вот мы видим, что там вот эти структуры военизированные, они носят достаточно хаотичный характер. С одной стороны, идет накопление вот этих ЧВК. Их там было десять в начале войны, да. Сейчас их, говорят, там пятьдесят уже. Вот. С другой стороны, они все друг друга ненавидят и все друг друга унижают. Мы помним, что сказал Пригожин о Герасимове, помним, что ему там ответили и так далее. С третьей стороны, всякие Захары Прилепины, которые, и Рогозины, которые на себя натягивают военную форму и демонстрируют свою готовность там драться до конца, они вносят, знаете, такой какой-то опереточный, опереточную атмосферу во все, что происходит в российской армии. Как вы вообще оцениваете вот эту боеспособность с точки зрения, так сказать, морально-нравственной? Вообще, ну, армия – это дисциплина, армия – это логистика. Пока то, что мы видим, там, по-моему, абсолютный бардак. Но, возможно, я ошибаюсь. Ну, смотрите, начнем с боевого духа. Это вообще самый интересный параметр, который невозможно рассчитать, который довольно проблематичен. Были и сто председательных, студенты в истории, когда гораздо более слабый с точки зрения техники, оснащения, технологии соперник просто выигрывал за счет морального духа. Ну, я думаю, каждый человек это и в своем окружении видел. На этом построен большой спорт, любые соревнования. Многие же говорят, что вообще воля к победе, воля к духу, воля ко всему на свете, даже некоторые брали на свои знамена. Это, скажем так, не очень хорошие государства, существовавшие в истории человечества. В общем, сломленная воля, отсутствующий моральный дух – это действительно то, что ведет к поражению. И здесь, когда мы начинаем сравнивать две армии, мы видим, с одной стороны, что? С одной стороны, мы видим армию Украины, которая точно знает, за что она воюет. Она воюет за свой дом, она воюет за своих родных. И надо сказать, что здесь очень сильно помогло плохое слово, но не просчитала этот момент российской армии. Если бы в российской армии было больше дисциплины, было больше профессиональных военных, было больше, собственно, правильного взаимодействия с личным составом, то она бы не творила те ужасы, которые она творила на территории Украины. То есть, если бы не было Буча, если бы не было Ирпения, если бы не было Изюма, если бы не было атаки по гражданской инфраструктуре, Мариуполь в том числе, который почти был разнесен до основания, то, скажем так, ну, российской армии было бы проще разыгрывать вот эту карту, что, слушайте, ну, мы ничего и не делаем, мы вот пришли там куда-то что-то освобождаем. Понятно, что это бы не стало правдой, но в это было бы легче поверить, в том числе и международному сообществу. Это большая ошибка Путина. Ну, то есть, если бы действительно это бы все было вот так вот очень ограничено и подчеркнуто не против мирного населения, совершенно по-другому бы развивалась ситуация. Но тот ужас, с которым столкнулся весь мир в виде российскую армию, которая грабит, насилует, убивает, стреляет в затылок, просто издевается над мирными, не над мирными, над всеми подряд, да, ну, это с одной стороны сплочает саму Украину и ее поддержку извне, а с другой стороны армия агрессора, армия России, она просто видит, кем она является, да. Мы же, ну, не надо думать о том, что там, я не знаю, российские солдаты не знают, что они делают. Все они знают, все они прекрасно знают, все до них это долетает. И они прекрасно знают, что они убийцы, они прекрасно знают, что они злодеи, они прекрасно знают, что они исполняют преступные приказы. Это тоже влияет на их волю, это тоже влияет на их моральный дух, да. Как бы они там не исполняли приказы, что бы они не говорили публично, они прекрасно знают, что то, что они делают, отвратительно и ужасно. Мы все с вами, все люди в мире росли плюс-минус на одной моральной призме, где, собственно, мы знаем, что добро, а что зло, что нельзя убивать безоружного человека, что нельзя грабить, что нельзя насиловать, что нельзя убивать. И поэтому эти люди прекрасно знают, что они делают, что очень сильно снижает их мотивацию, помимо того, что еще их использует российское руководство, не особо заботясь о самих людях. То есть им не очень важно, как именно будут люди в российской армии расквартированы, как они будут питаться, где они будут спать. Помните большую историю с коврами, когда были фотографии, как российские солдаты выносят ковры, и все такие, ё-моё, что вообще ковры? На самом деле за этой историей скрывается довольно такая простая, но дающая картинку вещь. Они спали на них. Им холодно, им просто холодно, потому что у них ничего нет с собой, ни печка, ни буржуек. Опять же, часто, когда заводится этот разгар, говорят, ну вот смотрите, у украинских солдат тоже много чего нет. Но украинские солдаты не шли никого, никуда захватывать. Они были у себя дома, многие из них не были солдатами. Ну то есть в Украине тоже есть мобилизация. Это тоже люди, вставшие под ружьё, но они вставшие под ружьё, потому что на них напали. А российских солдат, на них никто не нападал, никто не приходил к ним домой, никто не убивал их близких, никто не взрывал их города. Они просто пришли. И вот, значит, вот эта армия, которая идёт захватывать, у неё отсутствие базовых вещей, да, оно негативно, безусловно, влияет на всех людей. Вот эти ковры, да, они в них не только на них спали, они в них заворачивались, они ими накрывались, потому что, ну, им было холодно, и у них ничего с собой не было. Поэтому, конечно, мораль у российских военных очень низкая. Очень много информации и истории про то, как российские, там, сержанты и офицеры, они просто отключают мобильные телефоны, потому что связь не работает у них, их, значит, военная. Ну, вот, тоже, там, связь — это большая проблема у российской армии. Они отключают мобильные телефоны для того, чтобы им не позволяли, сказали, идите в атаку. А потом они говорят, связь не работала, мы ничего не можем сделать. Ну, то есть, и таких историй куча. Несогласованность подразделений, отсутствие инициативы, отсутствие понимания задачи, да и в целом низкая квалификация военных, в том числе офицерского состава. Да, потому что есть два подхода к тому, как воевать. Первый подход — когда даются прямые задачи, они напрямую исполняются. Это плохой подход, да, потому что негибкий. И есть более продвинутый подход, когда говорится, что в итоге надо добиться, а уже офицеры, ну, так сами решают, как это делать, да. И мы видим всю войну, что в России уровень командования очень низкий. Ничего, кроме идти в лобовую атаку и закидывать трупами, они не демонстрируют. Ну, как? Они еще демонстрируют неплохие способности отступать. Да, тоже хороший навык. Я думаю, что надо взять и отступить к Москве, показав генеральное замечательное отступление. Вот. Поэтому, конечно, моральный дух российских солдат на крайне низком уровне, и это один из важнейших факторов, на самом деле, в этой войне. Мы его еще недооцениваем. Я думаю, спустя много лет после войны мы только узнаем, как на самом деле там все обстояло в российских войсках. Сколько там было разборок между командирами и солдатами, сколько бунтов, сколько мятежей, сколько убийств, сколько самоубийств. Мы сейчас всю эту информацию не можем видеть, но я уверен, что мы ее узнаем, и мы просто ужаснемся от масштаба того, что там вообще происходило внутри всех этих войск. Это что касается морального духа. Что касается в целом плана и понимания, что делать, этого же тоже нет. То есть вам как минимум нужно не только, чтобы там о вас заботилось руководство, чтобы у вас было где спать, что есть и прочее, прочее. Вам надо понимать, что вы делаете. А российские солдаты этого не понимают. То, значит, они идут Киев брать, то потом перегруппировываются, да. То, значит, жесты доброй воли. То они остров Змеиный берут там просто несколько недель. Такие, да, мы взяли остров Змеиный, все, кто руководит Змеиным. То им говорят, а все жест доброй воли, уплывайте обратно. Они такие, а что мы делали, а зачем? Ну, зачем мы умирали в таком количестве? В чем прикол вообще происходящего, да. То им говорят, под Сватова там стоять насмерть мобилизованных пускают сотнями просто там один за другим, один за другим. А потом они читают, что а вот из Херсона взяли и ушли просто. Ну, просто вот взяли и ушли. Хотя сказали, что стоять будет. А мы почему тогда умираем здесь насмерть стоим, да. И вот эта вот несогласованность, вот это отсутствие вообще какой-то цели и задачи. И они каждый раз спрашивают же, а в чем цель СВО, да, специальный военный проект? Она в чем вообще? Путин говорит, гостайна, не скажу, значит. Вот меняется она все время, гибкая. Где, значит, там остановимся, там и цели СВО. И последний момент, который вы упомянули, это, конечно, конкуренция внутри всех этих милитаризованных сил. Причем, заметьте, Россия уже якобы в нее вошел, якобы ЛНР и якобы ДНР, да, да. У нас тут вот двойное якобы, да, потому что самих этих не существует таких государств, и вхождения их в Россию тоже не существует. Тем не менее, почему-то остается народная милиция ЛНР и ДНР, да. Не важно, как она называется. Важно, что это отдельные формирования, да, которые действуют по своей какой-то задумке. Отдельно есть группа Вагнеров, которые, значит, заключенные. Она уж большая, да, там в какой-то момент насчитывало 50 тысяч, 40 из которых были заключенные. И вот есть кадыровцы, и вот все это друг с другом конфликтует. Есть много историй о том, что, например, приходят кадыровцы, они же не воюют, да, кадыровцы, их на линии фронта не встретишь. Они уже даже тиктоки не записывают. То есть, судя по всему, настолько они уже опасаются в зоне боевых действий быть. Но зато они используются, во-первых, как заградотряды, а во-вторых, как, собственно, охранники в пыточных вот этих подвалах. И в целом постоянно, поскольку они понимают, что они не воюют, и поскольку в армии, ну, над ними смеются, да, они приходят на какое-то конкретное место, и там начинают унижать солдат, да. Есть обращение от жен мобилизованных и самопровозглашенных республик, где они указывают, что, собственно, вот эти вот кадыровцы, они просто брали и насиловали, собственно, их мужей для того, чтобы что-то доказать. Есть противостояние и между Минобороны и вагнеровцами, потому что вагнеровцы позиционируют себя в какую-то элитарную группировку, значит, элитарной группировкой особо не являясь, да и неважно, являются ли они, есть очевидное противоречие, да. И вот это все, конечно, не добавляет ничего хорошего. В итоге российский солдат, вот квинтэссенция разговора про моральный дух и все остальное, это история, которая произошла на хуторе, тоненькая, в Белгородской области, где, значит, на старый Новый год российские мобилизованные собрались в ДК, бухали, и один сержант, как пишут, для поднятия собственного авторитета достал гранату, выдернул чеку, судя по всему, собирался потом назад ее засунуть, но что-то не получилось. Итог, семь мертвых мобилизованных, четыре раненых, пожар на всем ДК. При этом, опять же, чтобы подчеркнуть, что происходит в российской армии, это было уже после Макеевки, я отмечу, вы поймете сейчас, почему я отмечаю. Боекомплект располагался там же, где сами мобилизованные. Поэтому взрыв гранаты привел к взрыву боекомплекта, бау-бау-бау-бау-бау, все, пожалуйста. Местные жители говорят, что эти мобилизованные, как приехали с того момента, и бухали, каждый день не просыхая, как и в соседней деревне, как и в соседней соседней деревне. Вот так выглядят российские мобилизованные, на фронте все не сильно лучше, на передовой. Тоже говорят, что очень большая проблема пьянства постоянного. Во-первых, потому что люди вообще ничего не понимают, что и зачем они делают. А во-вторых, это же холодно. Ну, то есть, типа, когда вот все-таки как-то было холодно, особенно если дожди прошли и прочее, прочее. Ковров всех не хватает. Да-да-да, согреваются. Ну, то есть, ковров-то уже нет, притока ковров нет, российская армия никуда не идет, ничего не захватывает. Ну, она как бы пытается, там, периодически что-то захватывает. Ну, вот я видел, там, недавно рапортовали об успехе, значит, захватили какое-то село, которое довоенное население было 99 человек. Да, ну, большая победа, да, стоила войны. Вот, и, значит, как-то с коврами тоже, видимо, уже какая-то напряженка. Поэтому, да, вот это и есть, на самом деле, воля дух, боевой дух. Это и есть основной фактор, почему мы видим то, что мы видим. Почему мы видим то, что Украина успешно обороняется и сопротивляется российской армии, потому что украинцы знают, за что они воюют и ради чего. А российские солдаты вообще не понимают, чего они там делают, бухают и друг друга убивают. Майк, ну, и в финале еще одна составляющая экономическая, кстати, о коврах, как говорится. Смотрите, армия, государство, которое получало по миллиарду в день за только энергоносителей, не могло экипировать своих солдат как следует. Сейчас ситуация потяжелее. Сейчас говорят, что в бюджет 23-го года заложено, там, за баррель нефти заложено 77, по-моему, а получают они, на самом деле, 44. И сегодня они используют фактически фонд... Национального благосостояния, да. Состояние, в котором 148 миллиардов осталось, а было намного больше, было там более 300, по-моему. Ну, и сейчас они вот активно меняют эти юани и пытаются закрыть дырки, которые можно. Вот есть, почему спрашиваю, есть две позиции. Одни говорят, что все эти санкции ничего не дают, у России большой запас прочности, ну, и все остальное. А другие говорят, нет, все-таки они уже в 23-м году почувствуют, что там вот эта вот пятая точка полыхает, ну, в экономическом смысле. Что вы думаете по этому поводу? Ну, что право обе стороны, потому что эти заявления друг другу не противоречат, кроме заявления о том, что санкции ни на что не влияют. Они, конечно, влияют, мы это видим. Мы это знаем, в том числе, даже из официальных заявлений российских лиц. Мы видим это из того, что происходит с российской экономикой. Заложен не только цены на нефть, но и дефицит бюджета на будущий год, который, на самом деле, будет сильно больше, скорее всего. Что здесь произошло и почему вообще эти разговоры есть сейчас? Дело в том, что когда все это только начиналось, когда Запад пошел на беспрецедентные санкции по отношению к России, у многих мировых экономистов и официальных лиц Запада было представление, что это быстро разрушит российскую экономику. Но это оказалось не так. Оказалось, что сиюминутных решений здесь и сейчас не последует. Это случилось за множество факторов. Часть из них — это недостаточная оперативность, например, с отказами от энергоресурсов. Часть — это из того, что исходили, что у России более рыночная экономика и эффект будет более масштабный, в том числе вызовет попытки закручивания и переход на полуплановые рельсы. Он как-то вызовет большую реакцию со стороны российского бизнеса и граждан, но забыли, что уже там давно все было перекручено, поэтому как-то не сильно это изменилось. Но что происходит глобально? Из-за санкций у России нет перспективы. То есть у России есть ресурсы здесь и сейчас. И во многом это объясняет то, почему Владимир Путин так ресурсы экономил. Зачем был повышен пенсионный возраст в 2018 году? Почему во время пандемии коронавируса не было никаких государственных выплат со стороны российского руководства? И почему вообще? Ну, там же привело это к гигантским абсолютно потерям среди людей. И в связи со всем этим, значит, стало понятно, что копили ресурсы. Вот их накопили и сейчас их тратят. Но дело в том, что прибавки ресурсов не происходят. То есть вот когда вы берете, да, у вас был черный день отложено. И вот все там, не знаю, потеряли работу, потеряли все на свете. И вот у вас есть батушка, даже большая безопасность. Вы ее тратите, но вы знаете, что новое взять неоткуда будет. И вот это неоткуда, оно становится все шире и шире у России. И поэтому, да, ее экономическое положение будет ухудшаться. Российская экономика становится все хуже и хуже. Мы видим все больше и больше этого проявления. Это не значит, что она схлопнется. Но на ожидании того, что она не имеет источников, откуда она может пополняться, ну, это может привести к довольно серьезным бурлениям, в том числе в окружении Путина. Мы будем за этим наблюдать, но санкции, безусловно, действуют. Действуют довольно эффективно, но, к сожалению, не так эффективно, как многим представлялось. Ну и совсем уже, совсем-совсем, может быть, коротко. Вот это вот турецкий фактор, да, то, что был сожжен Коран, то, что это послужило как бы для Эрдогана таким поводом, может быть, а может быть, действительно он был настолько возмущен, что он сказал, что даже не разговаривайте со мной больше вступлений. Значит, там какой-то финский активист сжег оступление Финляндии в НАТО и так далее. Вот этот фактор, как вы считаете, это вот все эти вещи, а это инспирированные вещи? Ну, какой-то чувак, который подошел и начал сжечь Коран, или это все-таки, так сказать, естественное течение истории, которое может привести куда угодно? Это обычные рыночные отношения. Эрдоган выторговывает себе выгодные условия, скорее всего, поставку F-16 и многое другое. Я бы не обращал на это внимания, все там будет хорошо, все они везде вступят, все они договорятся, в этом у меня нет никаких сомнений, просто он использует все, что может использовать. Нет, а так еще общего бы не нашел для того, чтобы получить, как можно, больше выгоды с этого действия. Вот и все. Поэтому я бы на это внимание особо не обращал. И очень коротко, извините, я все никак не могу закончить. Была огромная статья, телеграф, по-моему, на прошлой неделе, о олигархах в Лондоне, российских, кто сидит под арестом, кто как себя ведет. Недавно вот на этой неделе арестовали сотрудника ФБР, по-моему, потому что он помогал там то ли по тайну, то ли Дерипаске отмыть какие-то произведения искусственно, легализовать их и так далее. Ну, то есть они ведут себя на Западе, как они ведут себя в России обычно. Как вы считаете, почему ни один человек, кроме Тинькова, не сказал, что Путин военный преступник? Неужели большой российский бизнес настолько, вот не побоюсь этого пафоса, аморален? 11 месяцев страшной войны. Он не то чтобы аморален, ну, да, многие бизнесы аморален. Значит, он очень пуглив. Ну, собственно, это и происходило с 2003 года, Спасадский и Михаила Борисовича Ходорковского. Это была цель Владимира Путина. Всех максимально запугать, всех нелояльных и непугливых вычистили еще до этого момента. Поэтому остались исключительно вот те, кто засовывает голову в песок. И они ровно и делают то, что, значит, они могут делать в такой ситуации, исходя из тех параметров, по которым их оставляли. Но надо сказать, что для Владимира Путина их поведение, конечно, очень ему не нравится, потому что они, да, ничего не говорят, но из России они уезжают, от гражданства отказываются, значит, какие-то переговоры ведут. Поэтому, да, они публично мало выходят с какими-то позициями, но, собственно, от патрона своего отрекаются довольно активно. Спасибо большое, Марк. Спасибо за поддержку Украины. До встречи тогда. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»